Всех приветствую, друзья! Это видео о том, как я начал курить в 12 лет и курил на протяжении 7 лет вплоть до 19, а потом бросил. Я расскажу про свою историю, как я начал курить, как это продолжалось во время школы и почему я решил бросить курение и как у меня, собственно, это получилось сделать. Я буду делиться своим опытом жизненным и мне это нравится, вам это нравится, почему нет? Давайте начинать. Окей, как это начиналось? У меня было примерно 11 лет, это, получается, был 2015 год, тогда было зарождение вейпов, вот этой всей культуры вейперов, вейпенейшн. Ну и, конечно же, мне это очень нравилось, потому что такие современные чуваки крутые. У каждого нормального чувака, если ты современный пацанщик, у тебя должен быть вейп. У тебя должна быть какая-то дудка, чтобы когда ты идешь в школу, ты дымил и чувствовал себя нереально крутым, чтобы все одноклассницы смотрели на тебя и такие... У него есть вейп, он его курит. Ну и, конечно же, мне хотелось точно такого же. Я как сейчас помню, как мы с друзьями ходили рядом с вейп-шопами и вот так вот боковым зрением смотрели на какие-то девайсы, но никогда не подходили, потому что мы стремались, что нас прогонят оттуда. И я прям помню эти моменты, когда ты проходишь, смотришь такой, вау, да, это тот вейп, который я хочу, или там, вау, какая новая жижа, очень классно. Но при этом у самого меня до 12 лет никогда не было вейпа, я только у кого-то пробовал, и это было очень классно, очень было вкусно. Мы там садились с друзьями где-то у кого-то в квартире и курили вейпы. И мне прямо, я помню, как это нравилось, что такой вкус ароматный, такой, как бы ты выдыхаешь, ты как дракон. Ты чувствуешь себя таким прям взрослым чуваком, затягиваешься, он шипит, дает тебе запах такой, и ты выдыхаешь. Именно у меня было пристрастие к вейпам, далеко не к сигаретам, сигарета меня совершенно не тянуло, мне было это неинтересно. А вот вейпы, это то, что мне супер нравилось. И переломный момент случился в 12 лет, получается, 2016 год. Тогда мой друг предложил мне продать свой вейп. Конечно же, я не мог купить вейп в вейп-шопе, потому что я стремался, мне было очень страшно заказывать вейп, я тоже боялся. Потому что я боялся, что на таможне увидят, что мне идет вейп 12-летнему чуваку и расскажут родителям, а мне этого очень не хотелось. Я был еще тем с циклом. И поэтому, когда друг мне предложил купить его вейп, это был просто джекпот-вариант. Это был вариант на 1 на миллион. Купить вейп у друга, это идеальный способ. Тем более, мне очень нравился его вейп, он был такой миниатюрный, это был RX-80, RX-мини, такой маленький вейпик. Вот то, что нужно, то, что нужно для школьника, чтобы он лежал в портфельчике, на переменках ты его тягал и вообще чувствовал себя максимально крутым. На то время этот вейп вейп-шопе стоил 3,5 тысячи рублей, он мне предлагал его продать за 2 700, что-то такое. Ну то есть дешевле, чем в магазине, но при этом совсем не на много. Но мне было без разницы, сколько он стоит, потому что тут дело было не в деньгах, у меня было и 3,5 тысячи, но просто не было возможности купить. Потому что, как я и сказал, в вейп-шоп подходить не вариант, потому что мне не подадут и пошлют нахер. А подходить к прохожим мне было очень стрёмно. Поэтому я был готов отдать эти деньги за этот вейп вот так вот. Всё, я купил этот вейп, но нужно не забывать, что я всё ещё был ссыклом, который боится вейпов. Мне очень нравилось их поюте друзей, но сам я никогда не занимался тем, чтобы заливать жижу, менять ватку и всеми этими моментами. Ну то есть я не знал, как это делается, я начал это изучать на ютубе, смотрел всякие видосы обучающие, как правильно прокапывать и прокаливать спирали и всё такое. Но никогда это не делал, продолжал. Но, кстати, интересно, что я не начал курить, я не начал сразу же курить, он у меня лежал дома. И в один день я думаю, ну всё, прошло там 2 дня, я думаю, нужно попробовать, как же он парит. Я дождался, когда все родители уйдут из дома, я достал его, включил, как сейчас помню, он начал шипеть, ну то есть это всё-таки РКСА, хоть и 80, но это РКСА, это не подик. Я делаю затяжку, и мне дым просто брызнул в горло, у меня долбанула жидкость горячая в горло. Я так испугался, я помню, я так обосрался, думаю, блядь, что за хуя? Короче, я отложил вейп, думаю, окей, что-то с ним не так, подожду день. На следующий день я опять его включаю, дождался, когда все уйдут, опять начинаю затягиваться, бам! Он опять мне горячей, раскалённой жидкостью прямо в рот брызжет. И тогда я прямо дико испугался, я такой, да нет, что это за говно, я не хочу это курить, почему всех нормально, у меня такое говно, блядь, мне страшно, никогда больше в жизни не буду курить. И что вы думаете, я сделал? Вы сейчас просто, ну, вы выпадете. Я купил этот вейп за 2700 рублей, и через 3 дня я пошёл и продал его в вейп-шоп за 400 рублей. Это очень тупой мув, но тогда мне казалось, что это просто, ну, у меня нет другого выхода. Я даже предлагал друзьям купить его за 100 рублей, за 50 рублей, но у меня другие, но у меня были такие друзья, которые просто боялись себе брать вейп. То есть я его просто хотел им подарить, и они боялись, что их спалят родители. Это такая тупая история, как я начал курить. Но, в принципе, потом я курил у друзей вейпы. Потом, где-то в возрасте 14 лет я купил себе, не помню, это было что-то типа минифит-кит или Ренова Зеро, или Драк Мини, короче, какой-то подик. И с 14 лет у меня был всегда с собой девайс. Я всегда его носил с собой, где-то затягивался, как-то покуривал, но это не было прямо постоянным курением. Я, условно, мог идти в школу, сделать там 10 тяг, потом пойти со школы сделать 10 тяг, и всё, это было всё моё курение на день. Ну и там между уроками тоже на перемене где-то покурить. У нас было вообще, я думаю, это не только у нас, я думаю, это везде вообще в мире. У всех школьников традиция встречаться в туалете и курить. Но поскольку я был вейпером с сыкуном, я не был реально вейпером, который там просто постоянно дует этот подик и такой типа вейпнейшн. Нет, я под использовал как вещь для знакомств. Я приходил в какие-то места, чтобы покурить, и просто я делал вид, что я курю, но там, условно, делал две тяги. Но важно, что я знакомился с людьми там. Я так социализировался, я чувствовал себя частью общества, потому что тот, у кого нет вейпа, он лох. Поэтому я купил себе вейп, чтобы не быть лохом. Ну, все логично, все логично. Ну и все, в принципе, вот таким вот подудиванием я занимался с 14 до 16 лет. 16 лет. После того, как я переехал в Израиль, я решил, ну, все-таки, это уже детский сад. Ну, нужно переходить на что-то более серьезное. Я купил себе, помню, более серьезный пот уже на большее количество ватт. Я начал повышать уровень никотина. Я помню, когда я начинал только курить, я говорил себе, нет, я буду курить только без никотиновую жидкость. Только без никотиновую. Никакого никотина! Только вкус жидкости. И это все, что мне нужно. Ну, как вы понимаете, через месяц я уже купил себе 3 миллиграмма. Ну, а через год я херачил уже 20 миллиграмм соли и просто вот так вот себя чувствовал. И меня уже ничего не смущало. Так вот, когда я переехал в Израиль, я начал повышать градус соли, доходил до 20-30, то есть это был мой максимум. Все равно я не заходил на 50. Я когда у кого-то пробовал 50, я просто, блядь, терялся и понимал, что нет, как бы я хоть и продвинутый вейпер, херачу уже, солевой никотин, но в любом случае на 50 грамм я не пойду, потому что это уже полный пиздец. Я всегда парил свои 20 миллиграмм и чувствовал себя вот так вот заебенно. Но, что я начал замечать, я начал замечать, что это входит в мою привычку. Когда я переехал в Израиль, во-первых, ты начинаешь больше курить, потому что здесь такой комминти, что все курят. И в школе здесь это не так, что тебя гоняют директристы, потому что ты куришь. Нет, у нас в школе прям есть специальная курилка, на которой встречаются каждый раз люди на перемене и курят вейп. И это типа до них никто не доебывается. Они курят сигареты, вейп, шмаль, и это никого не волнует. И поэтому курение для меня стало более доступным. Еще я начал жить в общаге, поэтому я не боялся, что родители мне дадут пизды. И в принципе я стал свободнее курить. То есть у меня стала свобода, я курю сколько я хочу. Я начал замечать, что я действительно начинаю курить больше. То есть если раньше я делал там 10 тяжек за день, пока шел в школу и обратно, то сейчас, в 16-17 лет, когда я переехал в Израиль, я начал херачить вейп в любую минуту. Как только у меня свободное время начинается, я начинаю курить. Как только я сажусь в телефон, я начинаю автоматически доставать вейп и подтягивать его. Я перепробовал кучу жидкостей, перепробовал кучу разных жидкостей. И с Израиля, и с России, и с других стран. И проблема в том, что здесь сформировалась такая устойчивая комьюнити тех, кто курит вейпы. И ты как бы нехотя становишься частью этой комьюнити, потому что это твои друзья, ты с ними общаешься. Ну и как, прошел урок, все идут в курилку, а ты что, дебил, будешь сидеть рядом с кабинетом? Ну ты представляешь? Окей, ты пошел в курилку, и что ты будешь сидеть, блядь, и смотри, как все курят? Нет, конечно, тебе нужно тоже курить. Ты же часть общего, ты же стадо. Тебе нужно обязательно купить вейпик и курить. И так, в принципе, наша комьюнити, друзей из класса приобщила еще человек 7 к курению, и в принципе, это было вот так вот. Я не был частью этих людей, потому что я уже курил, как бы, и я только увеличил количество потребления никотина в своей жизни. И вообще, мое восприятие отношения к курению было как раз таки, как я говорил, только для того, чтобы поддерживать общение, чтобы поддерживать свой статус в обществе, что я тоже курю, я тоже вот такой вот чувак крутой. То есть, это не было как зависимостью. Допустим, если я видел, что у многих они просто, ну, не могут без этого, они трушные курильщики, вот такие вот. Они действительно курят, потому что они без никотина уже не могут, они просто уже не получают удовольствия. Они просто херачат из-за того, что им нужен никотин. У меня же была немного другая политика, я просто хотел херачить вейп, чтобы быть частью этого общества, чтобы общаться с этими людьми. И, ну, конечно, мне нравился вкус, мне нравилась все это, типа, романтика вейпов. И, в принципе, сложно было от этого отойти, когда все твое окружение курит вейп. Сейчас мы подходим к очень интересному моменту того, как я бросил курить. Это произошло в 18 лет. Получается, сейчас у нас июнь на дворе, я бросил курить в октябре примерно. То есть, уже полгода прошло с того, как я не курю. И сейчас я расскажу, как это произошло. Один раз, когда мы пошли опять в эту курилку между переменами в школе, мы начали курить. И я поймал себя на мысли, что я начал, во-первых, в то время заниматься спортом. Уже два месяца я занимался спортом, ходил в качалку. И я понимал, что все вот это вот, что я занимаюсь спортом, тренирую свою дыхалку, оно компенсируется вот тем, что я курю. И я понимал, что я не курю из-за того, что у меня зависимость от никотина. Я курю просто для того, чтобы поддерживать свой статус в обществе. Так а зачем мне это делать? Неужели без этой херни я не смогу поддерживать свой статус в обществе и продолжать общаться с этими людьми? Неужели я настолько никчемный, что меня в обществе держит только тупой аккумулятор, который производит пар? Я поймал себя на этой мысли. А также я поймал себя на мысли того, что постепенно у меня все-таки появляется большая зависимость от никотина. И это начинает переходить от той формы, что я курю для того, чтобы просто общаться с людьми, в ту форму, что я курю, потому что я не могу не курить. И эта мысль меня достаточно сильно так ударила. Я понял, что еще немного, еще месяц, дайте мне, что я начну курить просто постоянно, вне зависимости от общества. Я буду курить просто потому, что я не могу по-другому. И в тот момент я понял, что все, это уже не шутка, это уже не прикол детский. Это уже не когда мне 12 лет и мы курим за углом, чтобы мамка не видела, потому что это вот так вот трушно и круто. Это уже переходит во что-то, что, во-первых, не считается крутым, потому что все курят, какая разница, ты уже не круто, если ты куришь. Ты обычный, если ты куришь. И я понял, что, ну, просто дальше это уже нет смысла продолжать, потому что дальше это уже будет не придавать мне крутости, а убавлять больше мое здоровье. Ну и все, на этом моменте я решил бросить. И вот я вам скажу честно, у меня не было того, что я там дико ломался. Окей, не-не-не, расскажу, у меня несколько раз я пытался бросить, но это было не настолько осознанно, это было просто типа, давай бросим, о, давай попробуем. И я старался не курить там два дня, и мне сразу же ломало, и я хотел курить, потому что это было как соревнование с другом, да. А тут ко мне пришла мысль того, что это мне не нужно. Этот момент жизни мне нужно исключить, вот эту вот херню парящую мне нужно исключить из жизни. И тогда, собственно, я и просто, просто я перестал. Я понял, что оно мне не нужно, и все. С того момента я не курю, я там могу по приколу где-то взять пару тяжек, чтобы попробовать какую-то жижу или еще что-то, но я не курю. Я за все эти полгода, наверное, взял максимум тяг 20 на каких-то днях рождения или каких-то других мероприятиях. Так что, в принципе, все, так я легко и закончил курение. Смотря назад, оглядываясь назад, я понимаю, что мне нужно было пройти этот путь. Мне нужно было начать курить в 12, бегать по гаражам, бояться этого всего, тусоваться с пацанами в туалете в школе и курить, ждать, когда зайдет директриса и прогонит нас, потом переехать здесь благодаря вейпу. Лучше социализироваться, найти друзей благодаря вейпу. И на самом деле, это идеально. Начать курить в 12 и бросить в 18, это идеально, потому что ты не убил свое здоровье. Ты благодаря вейпу отлично социализировался. И реально, я благодаря вейпу нашел кучу друзей. Кучу друзей я нашел благодаря курению исключительно, потому что все крутые чуваки, они искали жижи вкусные. Они учились, как правильно мотать койл. Они учились, как правильно прокаливать койлы, как правильно наматывать ватку. И, собственно, так я с ними и дружился. Так я с ними и начинал общаться. Так что я очень рад своему опыту курения. Это звучит странно, но действительно, я благодарен курению за то комьюнити, которое оно образовало вокруг меня. И все эти люди повзрослели. Некоторые тоже бросили курить, некоторые продолжают. Но в любом случае, у меня благодаря курению очень много знакомых. На этом все. С вами был Ник. Это была моя история курения. Обязательно подписывайся на канал, ставьте лайки, ставьте комментарии. Пожалуй, это будет тоже мне приятно. Пишите в комментарии. О, друг, кстати, стой, стой, стой. Ты думаешь уже выключить это видео и начать смотреть другое? Подожди секунду. Напиши в коммент, какое видео ты хочешь видеть на канале. Я обязательно его сниму, потому что мне важно слышать, что хотят от меня мои подписчики. На этом все, друг. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok